Девушки отдыхают 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 что она единая. Ленин должен быть похоронен. Марк Галевич, но вот тем не менее, давайте мы все-таки напомним, почему что почему? Почему Ленин должен быть похоронен? Ну, во-первых, еще раз добрый вечер, уважаемые те зрители. Конечно, печально, что вечером, когда вы приходите с работы, и надо как-то отдыхать. Марк Давидович, давайте по существу вопроса. По существу вопроса я хотел бы как-то на самом деле пожелать всем благополучия, Божьей помощи, здоровья, благополучия в семьях. Я думаю, что тема Ленина все время возникает в разных вопросах, хотя, может быть, много и других тем есть, потому что этот период нашей истории и тема, что бы ни говорили этого великого человека со знаком плюс или минус, как разные люди относятся к нему, совершившего очень большие перевороты в жизни не только большой страны, но и всей всего мира, является очень притягательной, необъясненной, и, видимо, прошло еще мало времени. С другой стороны, он нанес колоссальный вред религиозной нашей жизни в России, это коснулось и православной церкви, и мусульманства, и иудаизма, и буддизма, и в этом смысле, конечно, разрушение церквей, мечети, синагог, храмов, вот, преследование священников, являлось, я бы сказал, ужасающим и непоправимым бедствием для всей страны. Марго Ильич, вот то, о чем вы говорите, у меня сразу вызывает вопрос, а не является ли нынешнее заявление представителей всех церквей о том, что Ленин надо похоронить, такой запоздалый посмертной местью? Нет, что ли? Да, он разрушал церкви, он уничтожал священников, да, были известны его приказы, где он расстрелился больше. Ну так давайте отомстим сейчас, спустя 93 года. Мы сейчас обсуждаем прежде всего его личность, мы не можем вернуться, начинать обсуждать вопросы захоронения в очень узком аспекте, мы должны понимать, что мы имеем дело с очень большой, крупной, политической, гигантской личностью. Что касается религиозной жизни, то вы знаете, что человек создан из праха земного, и Бог вдохнул в него душу, и уже там говорится, и вернется прах в землю, я цитирую, как изначально, а дух вернется в Богу, который его дал. То есть речь идет о том, что прах должен вернуться в землю. Позиция религиозная, мы знаем, что Ленин, он был атеистом по большому счету. Еще раз, это не важно, это не важно. Мы говорим о создании Божьем, который может быть заблуждался, который может быть ошибался. Я вас услышал, хорошо, да, отец Юргий, позиция русской православной церкви, она примерно такая же. Ну, я бы все-таки конкретнее высказался по этому вопросу. Мы с вами принадлежим к цивилизации русской православной, цивилизации, которая уже более тысячи лет существует, и в которой не только для русского православного народа, но и для многих других народов характерна одна форма погребения, предания земле мертвецов. Акремация. Ну, это то, что появилось сейчас. Это противоречит. Вот, и церковь относится к этому весьма критически. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, с исключением было другое. Единственное, когда допускалось непредание земле останков умершего человека, когда речь шла о канонизированном в церкови подвижнике благочестия, останке, которые признавались святыми мощами и которые выставлялись для почитания. Что называется? Спасибо вам. Давайте покажем. Я бы хотел закончить. Вы сейчас, да, если позволите, да, вот вы когда говорите там. Не, я дам высказаться, Март Иванович. Дам, дам, дам. Мы закончили просто обоснование религиозной позиции. Здесь вот, к слову, что называется, пришлось. Вы говорите про поклонение мощам. Давайте сейчас покажем. Значит, у нас тут и мощи Серафима Саровского, которые в Дивеевском женском монастыре хранятся. Мощи Сергия Радонежского, мощи Александра Сверского. Ну и сюда мы пристегнули, сейчас чуть попозже, будут мощи Ламы и Тигелова, которые в Бурятии, в нетленной мощи. Вот в данном случае, это в контексте Русской Православной Церкви, Ленин, может быть, является таким святым для представителей коммунистической партии? То есть, фактически вы покушаетесь на святого? Простите, я ведь речь веду о святых Русской Православной Церкви. Что касается Ленина, то он никак не является святым, канонизированным в Русской Православной Церкви. Наоборот, он, как и все руководители большевистского режима, православно крещеные, когда-то в детстве подпадают под отлучение от Церкви, принятое по местным соборам 1917 года, 22 января 1918 года. Это отлучение не отменено до сих пор. И Ленин вообще не может рассматриваться, хотя он крещеный православный христианин был в детстве, как член Церкви. Поэтому, ну, если, конечно, у коммунистов существует... Но его в таком случае отлучить совершенно невозможно Церковь, если он не являлся ее членом. Нет. Отлучение от Церкви, которое имело место 22 января 1918 года, всех тех руководителей большевистов, которые были православными по крещению, объявило не членами Церкви. Так к Церкви не имеет никакого отношения. Я не слышал, чтобы у коммунистов существовало учение о почитании останков выдающихся их деятелей. Может быть, оно не существует, может быть. Мы же можем и саму коммунистическую идею рассматривать, как некую такую религиозную идею, по большому счету, с своим культом Ленина, с культом святых, которые похоронены у Кремлевской стены. И здесь пересечения, они, мне кажется, очевидны абсолютно. Вы меня спрашиваете о позиции православной. Я вас услышал. Но еще один момент, который я хотел все-таки упомянуть в данном случае. Момент чисто психологический. Мы тут разные люди собрались. Задай каждому из нас вопрос. А вот хотели бы мы, чтобы наши умершие родители, дорогие нам люди умершие, были бы выпотрошены, начинены химикатами и выставлены на десятилетия, для того, чтобы на них глазели толпу людей. Отец Георгиев, мы всегда в таких дискуссиях перебираем, мне кажется. Абсолютно запрещенный. Вот я соглашусь, потому что это запрещенный прием. Не надо сводить на уровень вы, я, родители. Здесь немножко другая история. Мы же с вами не в древнем египте. Разрешите, все-таки я вступлю в разговор, потому что я считаю, что то, что сейчас происходит, это просто не историческое понимание вообще тех процессов, которые происходили. 25 января 1924 года было принято решение Совета, Народного Совета, наших депутатов, Съезда Совета, который принял решение о захоронении. Вот мы сейчас говорим, Ленин не захоронен. Неправильная формулировка вопроса. Речь идет о перезахоронении. С такой формулировкой можно согласиться. Ольга Архимовна, а здесь как ни назови. Он был захоронен по тем канонам, и были тогда действительно консультации с церковными иерархиями, потому что это было захоронение в склепе, как в постановлении правительственном, и было определено. С какими церковными иерархиями могли советоваться в 1924 году? Я сомневаюсь, что вообще были какие-то... Значит, я вам говорю, во-первых, уровень захоронения ниже земли на 3 метра, поэтому это типичное захоронение, захоронение в склепе. Я напомню вам, что многие в мавзолее захоронивались и в стеклянных гробах, и в саркофагах. Фактически, если вы вспомните, как был захоронен известный хирург Пирогов, то это был стеклянный саркофаг. И он до сих пор в Виннице лежит в таком виде. И это ни в коей мере не шло... Киевско-Печорская лавра, вы говорите, что... Хорошо, подождите, вот мне... Да, мне вот сейчас хочется понять... Киевско-Печорская лавра, это что? Вот мне хочется понять принципиальный момент. Вы почему так настойчиво требуете не перезахоранивать его? Какая разница, вот с точки зрения коммунистической партии, поклоняться ли Ленину, находящемуся в мавзолее, в этом хрустальном гробу, либо прийти на могилу и поклоняться памятнику, предположим? Понимаете, в чем дело? Мы с вами все время говорим о том, что общество у нас расколото. Оно расколото не на эту идею, оно социально расколото. И вот этот социальный раскол можно либо смягчить, либо еще больше усилить. То есть когда... Значит, я скажу фразу. На Красной площади, когда большевики, говорите, пришли к власти, уже в период до, значит, 17-го года, 16 захоронений нашли в районе Кремля. Да, под самой площадью. И это, знаете, и это, между прочим, не была оскорблена ни одна могила. Почему тогда та традиция захоронения у Кремлевской стены, которая в 13 веке была определена, не нами? Ольга Архиповна, не все-таки... Значит, сейчас мы собираемся заниматься гробокопанием. Для вас... Мы собираемся гробокопанием ни Владимира Ильича, ни Пирогова. Если вы были в Париже, вы, наверное, помните склеп Наполеона и его маршалов. Давайте вспомним всю историческую цепочку, а не выдергивать из истории один единственный факт и на нем строить. Это просто яд, который вбрасывают в общественное сознание с регулярностью один год, чтобы отвлечь от других проблем. Вот и все. Я думаю, что других проблем у нас очень сложно. Но тем не менее удается, судя по всему. Олег Анатольевич, давайте еще послушаем. Ну, я бы что хотел сказать. Здесь сложно не согласиться с коллегой, потому что на самом деле идет своего рода подмена понятий. То есть вместо термина перезахоронения используется термин захоронения, что в корне неверно. Потому что, конечно, когда говорить любому нормальному человеку, стоит ли похоронить останки любого человека, любой нормальный человек ответит, конечно, стоит. Поэтому этот термин и используется. Но на самом деле Ленин был похоронен. Ленин был похоронен согласно и церковным. Были соблюдены все церковные требования. И на сегодняшний день соблюдается... Церковь вам только что сказала, что никаких там требований не было соблюдено. Но давайте не будем апеллировать к церкви, если она здесь присутствует. Здесь присутствует конкретный человек. Простите, пожалуйста. Федеральный закон о погребении Российской Федерации точно так же не нарушается. Еще во времена Брежнева, когда происходила реконструкция мавзолея, были переговоры. Его углубили, и тело Ленина стало лежать ниже уровня земли, на глубине трех метров. Значит, были переговоры с православной церковью, никаких возражений от них не последовало. Поэтому вопрос, откуда эти возражения последовались сейчас. Алексей Второй, по-моему, еще разрушил позицию и говорил, что надо бы захоронить. Я поражаюсь, что какое-то историческое мифотворчество происходит. Но вот вопрос, я понимаю... Можно вопрос задать? Я понимаю интерес коммунистической партии к Ленину, потому что это история, это основатели и так далее. Партия Великое Отечество, которая появилась несколько лет тому назад. Отчего питает такой пиетет к Владимиру Ильичу? К личности Владимира Ильича я никакого личного пиетета не пытаю, поскольку, на мой взгляд, личность неоднозначная. Но, насколько я знаю, партийная позиция не перезахоранивать. Да, но это касается не исключительно тела Владимира Ильича Ленина. Это касается вообще сферы сноса памятников и исторического какого-то наследия. Ленин памятник, не трогайте. Как ни крути. Да, к личности Ленина можно относиться по-разному абсолютно. Говорить, что он хороший, плохой или какой-то там еще. Но, чего как бы не убрать, так это то, что Ленин является одной из величайших личностей в истории нашей страны. И поэтому, на самом деле, когда 90, не 90, скажем, больше лет, это все замалчивается. Это скоро 100 лет будет, как Ленина похоронили. Это все замалчивалось. И буквально последние пару десятков лет это вылезло на поверхность. То есть возникает вопрос, чего добиваются товарищи, которые хотят его убрать из Мазолея. Почему раньше молчали? Почему там еще что-то не говорили? Они просто хотят человека похоронить по-человечески, что он называется, и забыть уже историю. Но, понимаете, в точке зрения... Пусть мне представители церкви скажут... В точке зрения, что в церкви, что обычно у человека, человек похоронен не то, что там не по-православному, но он не по-человечески, когда тело лежит на... В чем нарушено... Тело человека лежит на всеобщем обозрении. Тело Пирогова, про которое уже упоминали, лежит на всеобщем обозрении. Но, между прочим, Синод, который еще до коммунистов, Синод одобрил размещение тела Пирогова в стеклянном саркофаге. Откуда тогда... Во исполнение воли Пирогова. Это не важно. Почему у вас тогда двойные стандарты? Почему Пирогова можно, Ленина нельзя? Я считаю, что и Пирогова нельзя было. Давайте вспомним наших царей, которые лежат в Петропавловской крепости. Они вообще лежат в высшем уровне земли, что тоже нарушает церковные требования. Потому что церковные требования приемляют определенные требования захоронения. Ну и у нас одна главная. Плюс вот Пирогова вспомнили. Так давайте сейчас мамонтенка вспомним. А Эндрико Каруза почему вы не вспоминаете? Почему? А какое отношение Эндрико Каруза имеет к русской... Давайте поступим проще. Давайте мы по одному будем говорить. Давайте поступим проще. В чем захоронение Ленина нарушает церковные порядки? Я объясню. Мне кажется, люди раньше уже объяснили, в чем нарушается порядок. Я так и не понял. Давайте я расскажу. Во-первых, написано в наших книгах, которые являются и для православных, и христиан книгами. Вернется праг в землю. И второе, что очень важно, что написано, послушайте. И искупит земля грех человека. Считается, что когда ты его похоронил в земле, то этим самым ты даже искупляешь как-то его грехи. Абсолютно верно. И третье очень важно. Сейчас я отвечу. И третье очень важно. Наша традиция религиозная учит нас тому, что мы должны к покойному, к его телу относиться с большим уважением. И не каждый, как говорил наш профессор в Академии, что не каждый хотел бы, чтобы его обозревали в мертвом состоянии. Это есть неуважение. Поэтому в рейской традиции вообще людей хоронят с закрытыми лицами. И мало того, перед хоронением одевают в саван, чтобы все были абсолютно одинаковые. И бедные, и богатые, и худые, и полные. И в этом смысле, конечно, мы нарушаем традицию, потому что, предавая его земле, мы отпускаем, фактически доставляем его душу. Маргарин, вы понимаете, что мы не можем религиозной традиции распространить, в том числе и на Владимира Ильича. Во-первых, общество другое, абсолютно стекулярное. Здесь идет речь о человеке. Я же говорю, что на самом деле я абсолютно согласен, что Ленин является фигурой грандиозной для всего человечества. И, может быть, здесь не говорила наша уважаемая Ольга Архиповна, что даже в момент, когда его хоронили, там было два объяснения. С одной стороны, считали, что люди едут со всей страны и должны попрощаться. Исторически Сталин считал, что его надо быстро захоронить, потому что Троцкий отсутствовал, и Троцкий называл это каким-то идиотизмом, то, что его хотят поместить. И это была довольно сложная история. И, как говорил потом Бухарин, раз уж вы цитируете наших классиков коммунизма, он говорил, что мы создадим новую религию для низов. Это его цитата. Вот я почему и ссылаюсь все время на религиозную составляющую всей этой истории. И, между прочим, если мы будем говорить о родственниках, здесь вот, если ссылаться на Бонча Бруевича, который цитировал Крупскую, Крупская была крайне недовольна тем, что произошло с Лениным позже. Но, с другой стороны, если про родственников вспоминать, племянница, по-моему, да? Да. Да, Ольга Ульянова, она говорила, нет, Ленин должен лежать на в зале. И говорят, что нет таких. Вот вы же понимаете, как делались архивы. С одной стороны, говорят, что она говорила, с другой стороны... Ульянова говорила еще в 2008 году, она умерла не так давно. Я сейчас хочу вторую площадку все-таки подключить к разговору. Оль, мне вот интересно, как молодые представители партии относятся к этому вопросу. Вот кроме КПРФ, потому что там позиция понятна, остальные партийные позиции по отношению к перезахоронению или захоронению Лениным. Давайте как блиц-опрос такой с ЛДПР начнем. Ну, мое мнение, то, что Ленина необходимо похоронить по причине того, что нельзя превращать главную площадь нашей страны в погост. Люди на Красную площадь выходят отмечать праздники, Новый год, 9 мая, народные гуляния, а при этом там мавзолей. А я уточню, это ваша позиция или все-таки позиция партии? Нельзя устраивать пляски. И моя позиция, и партия. Сергей, тогда к вам не обращаюсь, позицию КПРФ услышали. Готовы озвучить позицию Единой России? Владимир Ильич Ленин, по моему мнению, является абсолютным лидером, чемпионом мира вообще по установленным памятникам в честь него. И помимо мавзолея, есть довольно много мест в нашем городе, в Москве, где можно отдать дань памяти и уважение великому вождю. Вот. И поэтому я считаю, что поклоняться мумии, да, приходить, это неправильно, нужно перезахоронить. За захоронить. А почему вы воспринимаете, что люди приходят поклоняться мумии? Может быть, люди приходят ознакомиться с величайшим научным достижением? Это будет в музее. Ну это как шоу уже выглядит. Ну 93 года. Хорошо, ладно, давайте дальше, пожалуйста. А чем в музее? Нет, в музее должен остаться. Так, что у нас? Провезли в Россию, да, Ялл. Мне кажется, что люди, которые поднимают такие вопросы, намеренно спекулируют вопросом по поводу Ленина, да, и отвлекают людей от реально насущных проблем, то есть низких пенсий, зарплат и так далее. Андрей, ну вот скажите, кто в данном случае? Вот Берлазер задался целью отвлечь народ от обсуждения актуальных проблем. Давайте мы не будем везде искать заговоры. Молодежи сейчас, по большей части, этот вопрос не интересен. Нет, этот вопрос поднимался довольно часто. Давайте так, вам эта история абсолютно не интересна, вам все равно, будет ли Ленин там лежать в Мавзолее или его похоронят? Ну рано или поздно мы все проснемся и Ленин будет вынесен. Где будет Ленин? Вынесен. Да, вынесен. Да, давайте послушаем позицию Яблока. И я так понимаю, Вадима был вопрос к Ольге Архиповне. Да, конечно. Партийная позиция в том, что Ленина, конечно, нужно хоронить. Потому что это, во-первых, неэтично. Потому что не стоит забывать, что Мавзолей был воздвинут вопреки воле супруги Ленина, Надежды Константиновны Крупской, и его родственников. Поэтому по всем нормам этики нужно захоронить Ленина. И у меня был такой вопрос. Именно к вам, как к представителю члена Коммунистической партии. Я не сомневаюсь в том, что вы уважаете личность Ленина. Но уважаете ли вы вещи, которые он говорит? Ведь в одном из манифестов, которые он провозглашал, четко написано, что любые памятники, воздвинутые в честь правителей и их слуг, подлежат сносу с площадей. То есть, по сути, получается, что сам Ленин бы не одобрил... Это можно здесь, в первоисточниках? В какой работе Ленин заявил такое? Это коммунистические манифесты, вы можете ознакомиться с ними. Это действительно есть такая информация. Значит, понимаете, вы не очень внимательно вчитываетесь ни в работу Владимира Ильича, ни в суть вообще происходящих явлений исторических. Поэтому мы уже говорили, тут высказывались о том, что Мавзолей нужно тоже вынести от Кремлевской стены. вынести погребения. Вот это категорически. Мы уже говорили о том, что 16 погостов было с 13 по 17 век. И все они там остались. Большевики не разрушили ни одного погоста. Но приходит единая новая Россия, которая может... Ольга Архиповна, я бы вот тут сейчас остановился на этом месте. Про то, что большевики не разрушили ни одного погоста. Я имею в виду у Кремлевской стены. А, у Кремлевской стены возможно. Они там новый погост организовали. У Кремлевской стены. И разрушают то, что создавалось веками. Вот здесь, как только мы касаемся политики, каждый начинает передергивать историю в свою пользу. В свою пользу. Так и всегда бывает. Историю пишут победители. Здесь и есть чистая политика. Потому что лежал Ленин, лежит, никого не трогает, никому не мешает. Есть, не прочит. 14 миллионов стоит только обслуживание тела. Там, насколько я знаю, там не государственные деньги, а из какого-то фонда. Из какого-то содержания Ленина спонсирует какой-то фонд. Подождите, с другой стороны, с другой стороны, вот каждое его ежегодное обслуживание, мы сейчас покажем, НТВ снимал в свое время. Слушайте, у нас... Про Исаакиевский собор сейчас отдали 100 миллионов ежегодно. На парад победы. Про Исаакиевский собор не ко мне. Это вот к отцу Георгия, пожалуйста. Нет, давайте отдельно. У нас на парад победы ежегодно намного больше суммы тратится. Поэтому давайте экономить, давайте парады победы не проводить. Забудем вообще все, что было у нас хорошего и светлого. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что какие-то личностные свое отношения к Владимиру Ильичу Ленину некоторые товарищи пытаются выдать за какое-то... Во-первых, за позицию общества. Во-вторых, за то, что якобы сделано что-то неправильно. Ленин лежит под землей. Он лежит в склепе. Склеп это форма, в том числе и церковная форма захоронения. Тут никаких вопросов быть не может. Нет, вам только что, Олег Анатольевич, объяснили, да, что вопросы возникают. И вопросов очень много. Тогда можно мне ответ, пожалуйста, получить на следующий вопрос. Почему в брежневские времена русская православная церковь не возражала против нахождения Ленина в мавзолее, а сейчас вот именно воспротивилась почему-то? Что поменялось в церковных канонах или в церковных каких-то... Ну, может быть, просто времена. ...на нашей стране, потому что мы жили в условиях тоталитарного коммунистического режима. И когда он практически полностью уничтожил русскую церковь в 39-м году, потом с 43-го года допустил ее ограниченное существование, церкви приходилось быть очень осторожной в своих высказываниях, чтобы ее не уничтожили вновь. А то вы этого не знаете. То есть что-то можно говорить, а что-то нельзя. Это вы про церковь сейчас, правильно вы понимаете? Олег Анатольевич, мы говорим о разных временах. Окажись вы во времена Брежнева, боюсь, вы тоже о многом вы просто молчали. Я уже воспоняла, что у нас там 50 лет назад была одна русская православная церковь, а сейчас она совершенно другая. 50 лет у нас позиция русской православной церкви была вот такая, а сегодня она стала другой. Никогда русская православная церковь не восхищалась мумией Ленина. Никогда она не распатывала... Синод одобрил мумию Пирогова. Когда Синод одобрял мумию Ленина, когда Синод одобрил мумию... Что вы говорите? Как вы не извините? Время жесточайших гонений на церковь устанавливают этот... Речь о Пирогове уже. Давайте мы сейчас по кожи покажем, что мы очень много говорим о Пирогове. Давайте покажем, что в конце концов, как он выглядит. Вы же ведуешься, говорим о Пирогове. Человек просто говорит о двойственных стандартах. С одной стороны, Пирогова похоронили, и все нормально, а Ленина похоронили так же, и вот здесь же ненормально. Вот мы сейчас просто в качестве примера приводим все мавзолеи, которые существуют. Это мавзолей Хошимина видели чуть раньше в Ханое, мавзолей Кимарсена и Кимченера в Пхеньяне, Северная Корея, Мао Цзэдун в Пекине, Китай, в том же китайском Нанкине, мавзолей Суньецена, и вот в конце концов на украинской Виннице русский хирург Николай Пирогов. Сейчас мы его увидим чуть позже. Но тут надо вспомнить, что... Чем-то, извиняюсь, дополню. Есть Ататюрк и президент Грант на Манхэттене. Был еще Димитров в Болгарии, был еще Клемент Готвальд в Чехии, был еще Бростита, но всех с окончанием коммунистического режима похоронили в конце концов. Почему Котовский еще есть? Котовский, про Котовского мы забыли еще. Почему-то забыли, да. Вот про Котовского мы забыли. То есть, получается, дело не в каких-то там церковных обрядах, не в каком-то там правильном, либо неправильном. Вот сейчас смотрите, как выглядит, вот обратите внимание, вот как выглядит Пирогов, лежащий в таком же стеклянном гробу в Виннице. Не под землей. И это, обратите внимание, 1881 год. 1881. Это, конечно, не могло получить у церкви никакого признания по существу. Это нарушение церковных канонов. Сенот одобрил. Слушайте, ну... Высшим органом церковной власти является Поместный собор или Вселенский собор, а не Сенот. У нас Сенот, к сожалению, находившийся под давлением политической власти, шел иной раз на компромисс. Но обратите внимание, в православных канонах не существует допущения возможности искусственной мумификации мертвецов, хотя почитаются нетленные мощи. Ответьте мне на один вопрос, Михаил. Я? Да. Можно вам вопрос? Да, ну давайте передо мной, не вопрос. Почему мы сегодня рассматриваем с позиций церкви? Церковь у нас отделена от государственной конституции? Отделена. Отделена. Решение было правительственное, высший орган власти, советской власти. Было? Ольга Архипова. Было. Почему сейчас мы слушаем представителей церкви? И не слушаем. Запретить говорить церкви мы не можем? Нет, вот не можем. Позиция озвучена. Позиция церкви пускай озвучивается, но это позиция конкретных людей. Мы должны знать, что заявление о решении, о захоронении и перезахоронении таких, ну, величайших людей, мы говорим об основателе государства. Это же не просто рядовой человек. Давайте мы тогда вспомним 90-е годы. Основатель государства. Собчак, Ельцин, Лужков, который предлагали похоронить, но Ельцин, который являлся главой государства, предлагал похоронить, это раз, нынешний министр культуры, который был депутатом Государственной Меденской. Это заявление конкретных людей. Я об этом говорю. Ельцин-то куда конкретно? А решение принимается? Глава государства. Ельцин говорит, давайте похороним. Ну, похоронил? Нет, не похоронил. Правильно, потому что он думал о последствиях. Да, а вот давайте мы сейчас, нам нужно прерваться на рекламу, сделаем небольшую паузу, после рекламы вернемся, продолжим. Это проект 2015, хранитель Ленина или нет, этот вопрос обсуждаем сегодня. Я вот сейчас хочу сослаться тут на нашу страницу ВКонтакте, здесь тоже буря такая развернулась. Дмитрий Гусев пишет, не понимаю, почему налогоплательщики должны платить за дикарские обычаи с хранением мумий. Надо передать мавзолей на баланс КПРФ и коммунистов России, пусть большевики содержат свою мумию за свой счет. Дальше я цитировать не буду, потому что здесь началось дальше просто, ну, уже какие-то конкретные оскорбления, вот поэтому я не буду дальше цитировать. Очень много мнений. Контакт это молодежная аудитория, послушайте людей более старшего поколения. Вот я и хочу сейчас послушать людей. Там оппозиция будет совершенно противоположенной. Не в аудитории, я не хотел бы, чтобы наш разговор опять спелся к тому, чтобы народ разделился. И так у нас много проблем, и это ужасающе. Нас пригласили сформулировать мнение, на самом деле я сформулировал мнение еврейской традиции, что надо относиться с уважением, что грех и нельзя смотреть на покойного, вот, что надо как-то, может быть, его там же захоронить и сохранить этот мавзолей. Я согласен с тем, что это фигура величайшего масштаба 20 века, как говорил Пастернак, он шел за толпой, не он шел впереди, он шел как бы за мнением народа, и не так просто было развернуть эту страну, чтобы за буквально 15 лет превратить из всего общего неграмотности в грамотных, что простые крестьяне и дети становились профессорами и так далее. Мне кажется, вы сейчас оправдываться начинаете. Нет, я не оправдываю, я вам рассказываю, как надо смотреть объективно, но с религиозной точки зрения он должен быть похоронен как человек. Павел Иванович, вот хорошо вы говорите, да, этот вопрос он раскалывает общество, так может быть представителям любой церкви, не только там еврейской общины, русской православной, в конце концов, не поднимать этот вопрос. То есть позиция оформлена, заявлена еще несколько лет назад, давайте мы, что называется, какое-то время помолчим, проведем в тишине. Если этот вопрос по-прежнему поднимает целую волну. И он еще долго будет раскалывать. Вы знаете, следует иметь в виду, что раскалывает общество и захоронение Ленина, и не захоронение Ленина. А общество остается расколотым в любом случае. Обратим внимание на то, что когда в условиях коммунистического тоталитарного режима в одну ночь убрали Сталина, никто не дерзнул пикнуть. Страна была монолитной и единой. У нас, слава богу, сейчас другая страна. А сейчас хорошо, если бы власть, условно говоря, пошла по пути Ельцина, который в 1997 году то ли планировал, то ли не планировал тайно похоронить. Если вот сейчас происходит ровно такая же история, народ выйдет на улицу, чтобы защищать или нет? Я думаю, что если бы существующая власть, при том, какой рейтинг у нашего президента, приняла решение захоронить Ленина, большинство нашего общества это бы приветствовало. Ну вот я вам... Секундочку, а зачем нам пытаться фантазировать, когда Владимир Владимирович Путин сказал на встрече, он был с Народным фронтом, и сказал, что это вопрос очень сложный, и надо его решать очень аккуратно, чтобы не добиться дальнейшего воровского общества. Владимир Владимирович, я вам сейчас хочу как раз эти цитаты Путина и привести, цитату 2001 года и цитату 2010 года. Да, это разные немножко, но не важно. В условиях монополии КПСС 70 лет. Это время жизни целого поколения, и многие люди с именем Ленина связывают свою собственную жизнь. Для них захоронение Ленина будет означать, что они поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи, и что их жизнь прожита зря. Всему свое время. Придет время, и российский народ решит, как с этим поступить. История такая штука, которая не требует суеты. Ну вот, мудрая вполне себе позиция, да? Не требуют суеты. Давайте не будем время торопить. Я смотрю, вторая площадка рвется в бой. Да, Оль, пожалуйста. У нас как раз дополнение от представителя КПРФ. Ну, хотелось бы, может быть, в чем-то согласиться со словами Владимира Владимировича. Действительно, я считаю, что сейчас, лично моя позиция, что сейчас не нужно с этим торопиться решением. Объясню почему. Дело в том, что сейчас достаточно много живых представителей, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны, и дальнейших событий, которые наша Родина переживала. Славных событий, действительно. И эти люди, они до сих пор помнят, как они в какие-то праздники шли по Красной площади, и мавзолеи у них ассоциируются не только вот с мумией Ленина, как выражаются представители церкви, но и с тем, что это действительно один из символов нашей страны. Ну, то есть, Сергей, я так цинично предположу, что вот уйдет вот это старшее поколение, которое прожило жизнь с именем Ленина на устах, и можно будет Ленина совершенно спокойно с мавзолея выносить. Я правильно понял эту мысль? Нет, я не совсем это имел в виду. Я хотел сказать о том, что на данный момент мы должны почитать мнение тех людей, но не забывать и о тех, что есть действительно, о том, что действительно сейчас растут довольно много молодых представителей левого движения и просто людей. Слушайте, у нас коммунистов на всю страну 160 тысяч, это КПРФ, 146, 176 тысяч, это членов партии, да. А комсомольцев у нас там порядка нескольких тысяч, да, в Петербурге. Сколько голосуют за коммунистов? Сколько? Вот хочется понять, а сколько их? Слушайте, у нас в некоторых регионах коммунисты большинство парламентское получают. Где эти регионы? Кто это? Красные регионы. Нет, мы что хотим? Уже давно не так же история. Мы чего хотим добиться? Вот смотрите, у нас есть символы. Символы России. Скажите, пожалуйста, Красная площадь, символ России. Символ, но Кровавый Ленин очень сомнительный символ России. У нас и Николай тоже Кровавый назывался, если вы помните. Значит, скажите, пожалуйста, штандарты немецкие... Кровавый Николай, он назывался в советской историографии. Скажите, пожалуйста, штандарты немецкие бросали куда? В 45-м году. Ольга Архипова. Мавзолей можно оставить как артистектурный объект. Мавзолею. Пожвольте. Значит, это символ, а сегодня мы позорно драпируем мавзолей. Хорошо, теперь еще один орден победы. Что там изображено на орден победы? Все, наверное, помнят, высшая награда. Там изображен мавзолей Ленина. Ну давайте, сегодня мы этим символом пренебрежем, как непомнящие. Значит, мы пренебрежем орденом победы, на котором изображен мавзолей. Мы пренебрежем Красной площадью. Хорошо, ну что, страна развалится после этого? Вы знаете, страна может вообще не развалиться, но нравственность, историческая наука, вообще умы, вот этой молодежи, они будут в таком раздрае, что мы даже не знаем, какие будут последствия. Я сомневаюсь, я сомневаюсь, что если мы похороним Ленина, упадет нравственность и распадется связь времен. Вы говорили, куда бросали фашистские знамена? К месту, где лежал человек, который Брест-Литовский мирным договором вернул Россию в границе 17 века. Сейчас и ГУЛАГ мы вспомним, это понятно. А почему бы и не вспомнить? Это что же, само собой возникло у нас? Мы все время ходим с головой, повернутой назад. И вы считаете, это нормально. А я считаю, что вот это поколение должно смотреть вперед. Но она должна чтить, неправда, неправда. Это ложь. Еще одна ложь. Как же ложь? Вот я вам говорю, с чего он начал. Брест-Литовский мирный договор. Единственное, разваливалась Россия. Военный коммунизм, который уничтожил по существу русскую экономику. Который вел большой террор. ГУЛАГ, то есть каприщик. Это уже мы все забыли. Наша история на самом деле... А то, что у нас было 20% промышленное производство, а было 3 в 13-м году. Да вы понимаете, что в 20-м году крупная промышленность на три четверти остановилась благодаря политике военного коммунизма. Потом прудоразверстка и голод 21-го, 22-го года. Я вам говорю о 13-м. Вот политика Ленина. Я говорю о 13-м году. В России никогда не было таких голодовок, как при коммунистах. В 21-м году и в начале 30-х годов. Это все... Что же? Был еще 1891-й год. Сравните несколько десятков тысяч умерших или 5 миллионов. Голод был тоже серьезный, да. Да, мы повернем голову назад. Нельзя поворачивать голову назад. Тогда на врачах забыли. Нет, Ольга Лакимовна, подожди, позвольте. Если уж вы говорите, нельзя поворачивать голову назад, вот этот груз... Нет, идти с головой повернуться назад. Нет, вот этот груз, который мы тащим, значит, надо тащить весь. Со всеми достижениями и со всеми недостатками. А не так, что здесь белое пушистое, а здесь плохое мы забудем. И репрессии, и гойл-роа. Они должны быть. Должны быть в одной повозке. Вы знаете, здесь взаимных претензий очень много. Еще раз, есть духовные, я бы сказал, религиозные правила. И это действительно правда, что у нас не религиозное государство. И мы говорим с профессором и с батюшкой о религиозных правилах захоронения, о душе человека, о том, что нужно для того, чтобы она упокоилась. Есть политика, и здесь есть разные взгляды на то, какие должны быть политические действия. Я могу сказать, что с точки зрения еврейской традиции даже неизвестно. Во-первых, нет в Израиле ни одного саркофага, даже у основателя государства Бен-Гуриона. Могила Маше вообще неизвестна, потому что боялись, что люди будут приходить туда и создадут себе новый какой-то языческий символ. А с точки зрения политики и истории, надо ценить свою историю и помнить государство. Есть разные взгляды на роль Ленина. Есть труды Авторханова и секретаря Сталина Баженова. И говорят, что Ленин вел НЭП, и он выступал за определенные территориальные деления. Я не хотел бы сейчас вдаваться в историю. Пусть историки, но даже когда есть два грамотных историка, они могут придерживаться разных мнений в отношении этой роли. Но я понимаю, что снос памятников, снос каких-то символов, он является губительным. Посмотрите, во всех странах нет такого. Ну вот Наполеон его воспринимали как сначала какой-то варва, пятая, ничего не сносит. Тем не менее, да, в Андомской колонна стоит. Я бы считал, что надо для упокоения души любого, это я не говорю сейчас о буддистах, о Корее, там другая философия, но у нас в стране христианской, у дела христианской, правильное захоронение, пусть даже в том же месте, не надругательство над телом, которое рассматривает как какую-то восковую фигуру, как конь в камере, является нарушением еврейской и православной. Я услышал вас, Олег Андреевич, позвольте, я сейчас хочу социологов к разговору подключить. У нас на телефонной связи Мария Мацкевич, старший научный сотрудник социологического института Российской академии наук. Мария Георгиевна, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер. Мария Георгиевна, ну если вы слышали часть наших дискуссий, они тут такие очень жаркие, а что народ-то думает по поводу захоронения? Этот вопрос, он насколько актуален, так вот, в целом, если брать российское население? Ну, по крайней мере, представители каких-то опросов в компании регулярно его задают. И если мы посмотрим на динамику, начиная с 2000-х годов, то мы видим, что, ну, довольно медленно, но уверенно наблюдают тенденции увеличения количества тех, кто считает, что все-таки Ленина нужно похоронить. За это выступает сейчас большинство по разным оценкам, вот более половины, почти двух третей. При этом только третий, примерно третий, а если какой-то надо сделать немедленно. А все-таки остальные придерживаются такой скоротности. То есть, зрение, все-таки есть поколение людей, которые, хотя бы раз, можно бы повторялся, что и нужно подоставить. То есть, обложить это, хотя бы определенные люди. Но, кстати, мы должны признать, что не только у вас есть так, как у вас есть, но и соответственно, я уже не знаю, что это все-таки связь. Связь очень плохая, да. Да, Мария Герман, к сожалению, связь плохая. Спасибо вам большое. Мария Мацкевич, старший сотрудник СССР, была с нами на связи. Но я повторю, для тех, кто не услышал. Большинство за захоронение, но при этом отсроченное во времени. То есть, не здесь и сейчас сразу, а когда-то, когда мы, видимо, придем к консенсусу. Сейчас, позвольте, вторую площадку, что-то, подключу еще раз. Оль, да, пожалуйста. У нас одно мнение, да, есть у представителей Яблок. Знаете, вот, следя за ходом беседы, действительно приходишь к мнению, что все-таки некоторые наши соотечественники еще не созрели для повторного захоронения Владимира Ильича Ленина. И что некоторые считают, что это... А вы думаете, что созреет основная масса? Я считаю, что в любом случае нужно заниматься гражданским просвещением, как с одной стороны, так и с другой. И чтобы люди рассуждали и думали на эту тему. И когда общество созреет, вынести этот вопрос на более глобальный уровень, тогда можно и будет... Вадим, левая идея, она никуда не денется. А в последнее время левая идея набирает все больше и больше актуальности. Это вот Ольга Архиповна о чем говорила, да? Потому что общество несправедливо, у нас разница между бедными и богатыми колоссальна. Естественно, на этом фоне любая левая идея начинает брать вверх. И вот это, скажем так, не говорю там лево-радикальная молодежь, но во всяком случае левая, она будет выполнять ряды тех, кто будет настаивать на том, что Ленин как жил, так и будет жить дальше в Мавзолее. Ну, знаете, у нас же огромное население России, оно отличается по мнениям. И я считаю, что должны разумные доводы проводиться как со стороны коммунистов, У нас в любом случае будет решать не все население страны, а те, кто живет либо в Москве, либо в Петербурге, либо петербуржцы, живущие в Москве, что, скорее всего, пока... Вот именно, есть как раз-таки Россия за пределами Петербурга и Москвы. И нам надо знать, какое мнение в этих городах. То есть нужно говорить, выходить на публику, собственно говоря, обращаться с этим вопросом. Хорошо, вот вы заговорили о том, что горожане думают. Я думаю, сейчас рекламную паузу сделаем, а после этого дадим вам возможность услышать горожан. Что же они думают по поводу захоронения Ленина? Это проект 2015. Мы продолжаем разговор. У нас молодой человек интересовался, а что же думают горожане по поводу захоронения Ленина? Давайте мы сейчас и услышим, что же думают горожане по этому поводу. Нужно ли хоронить Ленина? Ну, а зачем? Столько лет лежит. Уже стал достопримечательностью. В принципе, да. Почему? Ну, потому что это нехорошо, что мумия лежит. Что же исторически сложилось, что есть мавзолей, и наше общество привыкло к тому, что мы приходим именно туда, в это место. Мне кажется, что Ленин бы сам хотел, чтобы захоронили вместе с матерью. Я понимаю, что это как бы символ и так далее, но все-таки издевательство на душу человека. Тело должно быть земле преданное. Почему вы так думаете? По закону Божьему, наверное. Я хоть и не сторонник коммунистической партии, ну, как говорится, но история наша, она должна знать и видеть. То есть хоронить его не нужно? Не нужно. К православному обычаю тело предают земле. Только поэтому. А с точки зрения истории страны? По-моему, это не имеет никакого значения. Он столько лет был в мавзолее, уже к этому привыкли, что вот он как памятник. А с другой стороны, вроде как по-христиански нужно было бы похоронить. Я не знаю. Здесь весь спектр мнений, и, как я понимаю, 50 на 50 мнения делятся. Ну, вот я понимаю, что вам сложно отказаться от религиозной точки зрения на этот вопрос. Хорошо, если вот закрыть глаза все-таки на религию, то почему бы не оставить Владимира Ильича и убрать вот эту политическую составляющую? Ну, может быть, как, скажу цинично, достопримечательность, как туристический объект. Я вот сейчас цинично абсолютно рассуждаю, да? Наверняка масса желающих просто посмотреть на этот аттракцион. Это же сродни египетским мумиям. Почему бы нет, да? Во-вторых, это некое научное достижение. Все-таки 93 года человек лежит в гробу. Ну, и в конце концов, есть сила привычки. Раз он там, пусть лежит, есть не просит. Отец Леонид. Ну, вы сейчас сами скажете, что будете говорить об этом цинично. Я не считаю, что даже о Ленине, который я не считаю, и, вернее говоря, считаю великим разрушителем России, нужно говорить цинично. О нем нельзя говорить цинично. Я уверен, что сам Ленин пришел бы в ужас от перспективы, что с ним сделают после смерти, если бы его спросили. В ужас пришла бы его мать, похороненная у нас на Волковом кладбище, которая свою генеральскую пенсию, которую получала за вождь, всегда передавала эту профессиональному революционисту. Пу, в Милане мы заботились. Вот лучшее место покоения для него. Могила матери Марии Александровны Ульяновой. Могила его матери. Что может быть естественней? Но это одно из предложений, кстати, которое звучало, похоронить его здесь, в Петербурге, рядом с матерью, и сестра, по-моему, здесь же похоронена, на этом кладбище. Даже к злодеям умершим надо относиться по чуть-чуть, потому что он человек, а не мамонт, замерзший в вечной морозоте. Марк Давидович. Ну, я сформулировал свою точку зрения, что, конечно же, человек любой, он божье создание, и имеет право на то, чтобы быть, его прах находился там, из чего он создан. И, конечно, с точки зрения религиозной. Марк Давидович, а если вот эту религиозную составляющую все-таки оставить за плечами? Ну, вот посмотрите, нельзя человека превращать, вот даже из кунсткамеры убрали эти банки с заспиртованными. Как убрали? Стоят они? Да здрасте. Нет, не все убрали там довольно много. Марк Давидович, стоят на месте. Опять вернули, да? Было время, когда их убрали. Ну, не знаю, может быть, они убрали там какие-то процедуры, стоят. Вот, я считаю, что человек заслуживает уважения, любое божье создание. Так я вам, извините, про кунсткамеру более скажу. Народ туда ходит в основном, чтобы посмотреть на этих уроков? Ну, народ, слушайте, народ можно, надо просвещать, воспитывать, образовывать. Народу, вот даже то, что творится по телевидению, с удовольствием смотреть. Да, 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 человек раз по телевидению, да. Тело услугших можно исследовать, но нельзя их превращать в аттракцион. Олег Анатольевич. Слушайте, ну, на мой взгляд, здесь вообще попытка подмены понятий и под видом соблюдения каких-то там церковных, религиозных или нравственных норм нам выдается попытка забыть нашу историю. То есть Ленин, это величайший человек. Анатольевич, ну, будет человек похоронен, будет стоять памятник, предположим, на том же Волковском кладбище, рядом с Мария Александровной. У нас Ленин там лежит уже почти сто лет, и у нас несколько поколений людей воспитывались на том, что Красная площадь это Мавзолей, и Мавзолей это Ленин. Если это все убрать, это просто попытка забыть историю. Каждый новый режим, который приходит к власти, он будет убирать старые памятники. Мы вообще тогда свою историю не запомним. У нас сегодня, да, давайте тогда все памятники Ленину, как на Украине, начнем сносить. К чему это приведет? Там, что коронами издергивать? Мавзолей не надо разрушать, это бесчеркнет. Дальше, значит, что касается несоблюдения каких-то церковных норм, да, ну, про Пирогова уже не раз упоминались. Просто давайте тогда от двойных стандартов отойдем, и будем делать либо все, либо ничего. Придать тело земле. Что это значит? Это значит, что тело должно быть ниже уровня земли. Тело Ленина находится в склепе ниже уровня земли. В моменте представления тело предано земле, если он лежит в могиле и землей сверху присыпан. В склепе. У нас очень много тел. Вот это быть предано земле. Слушайте, у нас очень много тел лежат не присыпанных землей, а лежат либо в саркофагах, либо еще как-то в различных склепах. Мы не можем на них видеть. Но они при этом находятся под землей, и они ничего не нарушают. И до этого, буквально, я не знаю, 5-10 лет, 20 лет назад об этом не говорили, начали говорить только сейчас. Почему? Потому что хотят разрушить нашу историю, потому что хотят отобрать у людей что-то ценное, что-то святое, что-то дорого. Этот вопрос, скажу я вам, стали поднимать еще в конце 80-х годов. Как только страна заговорила. Как только у нас разрушили Советский Союз и начали внедрять нам вот эти лживые, начали разрушать, во время пересройки начали разрушать. Когда коммунисты изымали святые мощи, уничтожали святые мощи, это было не разрушение России? Это тоже было разрушение. А вы сейчас идете по этому же пути. И вы делаете то же самое, в чем вы меняете коммунистов. Это для вас святые мощи, а для коммунистов мощи Ленина святые. Я бы считал, что на самом деле, вы знаете, у нас есть много могил, на которые большие паломничества считаются святыми. Это и могила Авраама, и могила Иосифа, и могила это все в пещере. И туда сотнями ходят люди, читают молитвы, просят защиты от этих. И на самом деле, ведь уважение к человеку зависит не от того, каким образом он похоронен, а как он остался в истории. Вот это, мне кажется, прошло очень мало времени, и здесь понятно, что есть и одна точка. Мало времени, Марк Давидович, после чего прошло? Ну знаете, как Дэн Сяопин говорил, что еще когда сто лет прошло, это еще надо подождать. Мы должны не зачеркивать свою историю, я абсолютно согласен, что нельзя сносить памятников, это неуважение, нельзя очернять историю, какая она не есть. Это наша история. Потому что от нее никуда не денешься. И нельзя говорить, что вот только все решает Москве, у нас большая страна. И на самом деле, народ там живет, как живет. Я вот сейчас хочу пригласить нашу пятерку молодых политиков на голосование. Посмотрим, что же выберут. Я вам сейчас прям первую возможность дам, Ольга Архиповна. Дело Ленина должно быть предано земле. Если да, то белое поле, голосуем. Если нет, черное поле. Ну, 41 процент. Проходим, голосуем. 41 процент наших телезрителей говорят, что да, нужно, но, соответственно, большинство... Значит, 59 процентов у нас говорят, что нет. Да? Да. А вот я вам сейчас еще очень странный у нас опрос сегодня на странице ВКонтакте. Я понимаю, почему. Потому что здесь в данном случае набежали представители красных партий, и поэтому голосовалка именно такая. Да, похоронить говорят 27 процентов, и нет, говорят 72. Потому что те, кто считает, что надо захоронить, смотрят сейчас Клифосовского по Россию один. Да, да, да. Ну, большинство наших гостей 100-ти за. Большинство всех за. Похоронить, да? 50 на 50. Здесь 50 на 50 практически. Я думаю, что, в принципе, вот это, наверное, спасибо, Ольга, вот эта пропорция, она... Показывает. Показывает, да, и она вернее, наверное, если ретранслировать ее на всю страну. Потому что это как раз вот то соотношение выступающих за захоронение и выступающих против нее. Ольга Архиповна, вас удивили результаты вот этого опроса? Ну, я считаю, объективные те, которые были у нас с вами и ВКонтакте, и телезрители. Думаете, вот это объективно? Конечно, безусловно. Но нельзя делать, это не презентативный опрос, 5 человек. Нет, подождите. А вот сколько... Я вам могу напомнить в Сомовские данные, там 60% говорят, давайте похороним, 60%. Я считаю, сегодняшний разговор, как и все предыдущие 25, я с регулярностью там в один год, это тот яд, который впрыскивается в общественное сознание. Яд антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. И вот... Как вы ловко связали-то все. Это идеологическая война, идеологическая борьба против нашей истории. Ольга Архиповна, предположим, провоцировались коммунизмом в России, такое уже было. Я вас умоляю, давайте вот представим. Более русофобской партии, чем коммунистов в истории России не было. Вот представьте, я предположим, антисоветчик условный, но при этом русский. Но вот как вот... Как это в основном? Тысяча исторических примеров, что антисоветчик это антироссиянин. Так, на этом надо, наверное, останавливаться, потому что я боюсь, мы тут договоримся. Ну, а вы-то сами как считаете, как ведущий? Что? Надо закорадивать телевидение. Миния скажут, наши телезрители. Телезрители высказались, но я думаю, что будем следовать пока за этим. Но вообще, если вы говорите, вот, Марк Дайдорович, про мое мнение, я сторонник, в общем-то, неразрушительной политики. Неразрушительной. То есть, если люди считают, какая-то часть общества считает, причем значительная часть, что Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить, пусть живет себе. Чтобы не создавать дополнительные противоречия. Потому что время, как правило, все расставляет на свои места. И рано или поздно случится то, что должно случиться. Как говорили, в России надо жить долго. Да. Вам спасибо большое за этот разговор. Это был проект 2015. Завтра в этой студии Ирина Степанова обсудят финансы страны. Говорят, резервный фонд истощается. Как будем дальше жить? Рассчитывать ли бюджетникам и пенсионерам на повышение зарплат и пенсий соответственно. Начало в 2015, как обычно. Я с вами прощаюсь. У нас будет хорошо. Дай бог здоровья каждому. Редактор субтитров А.Семкин